Вот сегодня Геннадий Алексеевич Обрабатывается шестью человеками, членами семьи Вот эта технология Поэтому проблемы здесь нет Хочешь быть фермером, пожалуйста, есть программа Надо только немножко включить мозги Почитать программные документы Нанять юриста или финансиста Пойти в банк, получить эту возможность Росаградинство, получить эту возможность Сегодня прекрасно, есть по этому поводу способности Но надо посмотреть статистику Всего лишь 10% Всехозяйственного производства Находится в руках фермерских хозяйств Все остальное на сегодняшний 90% Это крупные компании, которые ежегодно Поднимают, если я боюсь ошибиться По 100-150 тысяч гектаров Залежных земель Сегодня идет рост, повышается Развитие пашни То, что мы наблюдали Спад до 96-97 года Сегодня пошел в рост А как, например, было до того Как у амурчан осознание Озарение Сегодня у нас в гостях Антон Николаевич Белоногов Здравствуйте Вы как бы в сторонке Немножко этой беседы Я так понимаю, да? То есть, как бы такой Мировой судья Кому-то не вам знает Немножко отклонились от темы Мы говорим о приобретении техники Что столько много, мало техники Должен быть определенный расчет Амортизационный срок И, исходя из этого расчета Покупать, приобретать каждому Хозяйству соответствующим образом технику Почему? Потому что может получиться так Как получилось в Амурской области Ельцин приехал, подарок сделал Мы этот подарок Погасили долги по этому подарку Буквально только в прошлом году Потому что огромнейшее количество комбайнов Поступило И рассчитываемся за них Хотя могли бы приобретать другую технику Теперь вот Дмитрий Валерьевич Сельское хозяйство Вот раньше теперь Если бы не сельское хозяйство У нас бы не было тяжелой промышленности Ведь система государственная была построена И каким образом Почему хозяйства были убыточны Потому что с них выкачивали все И я скажу, что выкачивали Значительное количество денег Которые уходили в бюджет На развитие других отраслей Большое мы сожаление об этом забываете Сегодня другие отрасли Которые довольно развиты Не дают денег для сельского хозяйства В нужном количестве Об этом надо помнить И надо помнить о том Что колхозник получал трудодни Рабочий соухозов получал низкую заработную плату Специалисты получали 70% оклада 30% им не доплачивали Потом в конце года доплатили А смотря какая погода Могут доплатить, а могут не доплатить Мы с вами сейчас должны говорить о другом Мы должны говорить о технологиях О системе работы в сельском хозяйстве Что уже сделано, что еще не сделано Независимо от организации От форм организации труда Мы должны в первую очередь об этом говорить Слава Богу, что сегодня есть техника Та, которая значительно производительна Той, которая была раньше Что у нас сегодня есть В растеневодстве сорта Которые очень интенсивны Что у нас сегодня есть поголовье скота Которое может дать высокую продуктивность То есть генетический фонд Довольно-таки высок Ну по китайцам За 250 работает Наши 500 работает Но давайте подходить с другой точки зрения 250 китайцев получил и увез с собой А еще добавок Еще и приворовал на этой базе дружбы Каким образом? За счет наших покупателей Оставил все И опять деньги ушли за границу А 500 рублей, которые мы заплатили своему Сюда и пенсионный фонд Отсюда и фонд медицинского страхования Отсюда и Ну как он сейчас называется по-другому Тот же подоходный налог Насколько китайцы сегодня Отвлекают земли Эту работу От русских Вы понимаете Это прежде всего мизер Самое главное, что сегодня Самое главное, что сегодня произошло И надо понимать Почему есть успешные, неуспешные бизнесмены Почему деньги вкладываются в сельскохозяйство Потому что наконец-то мы Выбили такую Суть Важную Это собственность Как только человек стал собственником земли Он начал в нее вкладывать Он начал поднимать залежи Он начал на ней работать Он начал покупать Баснословные деньги Товары Которые на сегодняшний день Начали заниматься бизнесом То, о чем мы говорим О том, что было Дмитрий Валерьевич Сарашевский бизнесмен или не бизнесмен? Он бизнесмен, потому что он представляет интересы Целого населения Это то же самое Акционерное общество Которое Акционерное общество Которое Которое Доверяет на сегодняшний день Геннадию Алексеевичу Потому что он делит весь урожай Между всеми И когда мы вот сегодня начали разговор вести Что такое земля? Что такое сельскохозяйство? Вот вы зарабатываете там деньги А мы вот тут по-другому Нет Нужно сказать Люди все с него кушают Мы боролись за то Чтобы была собственность И только благодаря тому Что мы дали собственность Мы сделали землю частным продуктом Только тогда туда люди зашли Хорошо И начали Ваша точка зрения Да конечно Сейчас минутку Вот вы пришли в этот район Вы взяли эти земли Свежие земли Вы сейчас за 2-3 года Те земли Это слабые земли По сравнению с тем Что Земли Южной зоны Вы их за 2-3 года Выкачаете А потом брать нечего будет там Вы сегодня пришли на свежие земли Которые отслежались Отстояли за эти 20 лет Да И вы с них сегодня берете Вы сегодня безнадежно отстали Нет Все равно есть технологии Все равно есть технологии Извиняюсь Анатолий Николаевич Вот я противовес Дмитрию Валерьевичу скажу Значит смысл-то весь Вот если конкретно говорить о земле Бизнес это бизнес Земля это земля Это стратегический ресурс государства И на сегодняшний день Еще неизвестно Вот собственник будет Лучше работать или хуже И кто лучше будет соблюдать все эти Во всем мире, Геннадий Алексеевич, известно Во всем мире Земля Частная собственность У нас какой-то в России менталитет Нет Мы не такие Мы приводим тот же Китай Приводим тот же Китай Давайте Не будем про Китай говорить Да Там сегодня коммунистическая партия Которая не дает вопрос о частной собственности Правильно Я вам приведу такой пример Вот вы сегодня подъехали к этому зданию на автомобиле Да Так вот завтра вы будете платить Один миллион рублей в месяц налога за него Вы будете собственником этого автомобиля Или вы от него откажетесь Конечно буду платить Конечно вы не будете платить Потому что на сегодняшний день Государство создало условия Именно для частного капитала И так далее И так далее Это один вопрос А о собственности говорить Вот я допустим На сегодняшний день Даже наши берите регионы Я сейчас могу соврать Может быть или Мордовия Или что Вся земля в основном Находится в собственности субъекта И в аренду отдали мне на 40 лет На 49 лет И я на ней работаю Там есть определенные условия Соблюдать плодородие Там и так далее И так далее Будьте вы частником Будьте вы кем угодно Вы получаете результат Все на этом Михаил Доводич Мормаля Наверное все знают Он сохранил колхоз свой При всех перестройках Кстати первый человек Который в области был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством Председатель колхоза Колхоз и сегодня работает Я могу привести другой пример Создали колхоз на базе Совхоза Мухинский Пришло работать 14 человек Сегодня работает вместе со специалистами 114 Все земли Которые были за совхозом Мухинским Закреплены Поднял Урожай получает Коллективное хозяйство И все работают И все понимают Что они работают на себя Хотя руководитель Я не скажу Что он ранее работал руководителем Поэтому говорить о том Что только частник Вот именно частник Когда он почувствует Что он собственник Значит будет делать Это неправильно Посмотрите Я не буду приводить пример По другим странам Где фермеров держат Как экспонат Но нам еще надо Поднимать другой вопрос Я рад что присутствует Министр сельского хозяйства Нам надо вести речь Сегодня с вами В первую очередь О комплексности развития Агропромышленного комплекса О комплексности развития И самое главное О социальном развитии Я согласен Хутора нужны? Нужны Небольшие села нужны? Нужны Но для того Чтобы они существовали И работали Для того Чтобы там производительные люди Работали Необходимы соответствующие условия И давайте говорить об этом Чтобы и электричество было И дорога с твердым покрытием была И вода была И отопление было То есть Все это было И не надо говорить Что вот Только Заработать деньги И все Вы имеете ввиду Что В подавляющем большинстве Государств Правильно Это земля И тех Кто работает на земле Основа государства А в России Это в первую очередь Я предлагаю просто Перейти к человеку Которому мы обещали Дать слово Сергей Сергеевич Опять с вами поговорим Спасибо большое Я очень рад Что сегодня в студии Находятся умнейшие люди Значит что касается Собственности земли И собственности вообще Совершенно верно Должны быть все Как сказал По-моему Заду Пусть цветут все цветы Заду Правильно Поэтому это совершенно верно Что касается даже Гос собственности на землю Ведь у нас область Государственная собственность На земле Амурской области Очень значительная У нас Две триста Сельхозугодий Из них Девятьсот Тысяч гектар Пенеджит области Триста тысяч пашни Которые на Торгачи На аренду На сорок девять Там на другие сроки Выставляются Нашим предпринимателям И что касается Бизнеса Это должен быть бизнес Сельхозбизнес Но Мы особые Бизнесмены С особым складом Потому что Работать в сельском хозяйстве Нужно конечно обладать Особым складом Особым знанием И так далее Просто так вот Как бы так вот Как к бизнесу относиться Наверное тоже не совсем правильно Но это бизнес Я подчеркиваю Это бизнес Правильно Анатолий Николаевич сказал Наверное самое главное Вот в нашей передаче Все таки И что я должен Наверное озвучить Это та стратегическая линия По которой Нам двигаться По которой нам Сегодня развиваться Я правильно согласен Сегодня китайцы Это не та проблема Миграционные Какие-то такие движения Отчасти Что касается угроз Какие-то внешние Тоже это надуманное все И главное Конечно то Что Сегодня в целом Мы находимся нигде То есть Сегодня рынок Мы находимся все в рынке Мониаторы На других рынках Они на нас сегодня Плотно влияют Вы знаете Что мы ратифицировали В прошлом месяце ДОГОРа ВТО И это будут серьезные Тоже как бы перспективы Для нас определенные Есть и плюсы Есть и какие-то минусы Хотя плюсов Я здесь вот лично вижу Для нашей Амурской области Больше Что касается Как бы вот вообще Линии Я начну с того Что сегодня существует Утвержденная Государственная доктрина Продовольственной безопасности Утвержденная президентом В 2010 году На основе этой доктрины В этом году Она разрабатывалась Почти два года В этом году Утверждена Государственная программа Развития Сельского хозяйства До 2020 года То есть Все прекрасно понимают Раз мы говорим Что это бизнес Значит надо Планировать Надо строить В какой-то перспективе Долгосрочной То есть нельзя Строить какие-то Планы там на год А дальше что То есть правильно вы сказали Популизм здесь Или какие-то такие Компанищины Они проходят В сельском хозяйстве Поэтому для нас Это тоже как бы Определенная веха И мы разработали Свою программу Она у нас называется Долгосрочная целевая программа Которую мы трансформируем И здесь мы выделили Самое важное Наверное Направление Для нашего Аграрного комплекса Конечно техника Это определенные Движители Это наверное Какой-то такой энергетик Который позволяет нам Сегодня переходить На новые технологии И она будет поддерживаться Но это тоже не самое Как бы сегодня Проблемное ключевое Ростеневозство Мы считаем Что оно Дмитрий Ильич Совершенно верно заметил Это видно Это как лакмусовая бумажка С землей Оно рентабельное Оно сегодня При правильном Грамотном подходе Которую большинство Наши сегодня И фермеров И крупнотоварных форм Они уже нащупали Они знают сегодня все Они бывают И в Канаде И в Америке И в Аргентине И ездят Смотрят передовой опыт Может быть Где-то там еще нет силы Мало форм хозяйственной Это тоже отдельная тема Может быть Отдельное как бы Ток-шоу сделать на эту тему Потому что я все Целом не опишу Но что касается нашей линии Это конечно же Животноводство Мы сегодня подошли Такому рубежу Что заниматься Растеневодством По экстенсивному пути Которому мы шли до этого Но наверное можно еще Года три И губернатор совершенно четко Говорит Если у нас есть еще запас Три года Надо экстенсивным путем идти Чтобы сократить затраты Чтобы нарастить Какой-то мускул и жирок А потом мы вынуждены будем В любом случае Переходить на интенсивные технологии И сегодня Пять районов области Уже находятся в этих условиях Они уже применяют Нулевые технологии Малозатратные методы Ведения животноводства Это сегодня все есть И мы к этому рано или поздно Подойдем Может быть мы как бы Дискутируем Тут где-то Мы разные по своей Скажем так Внешности Но мы по сути Это все одинаковые То есть мы все занимаемся Этим общим делом Сегодня есть программа И внутренней поддержки Есть это лобовое дешевление Приобретаемое скота С наших племенных репродукторов Это поддержка наших И мясного И молочного И свиноводства Я не хочу перечитать Эти программы Есть в открытом доступе Вы можете открыть Уважаемые телезрители Все сайты посмотреть И какие-то Может быть недоработки С нашей стороны Мы все равно Нивелируем Вычисляем И стараемся оптимизировать К сожалению Хронометраж нашей программы Не позволяет нам Пообщаться в полной мере Но все равно Мы благодарим вас За компетентную беседу В этом вопросе Ну и остается Только попрощаться Спасибо вам огромное И до встречи Самое главное Надеемся Что сельское хозяйство Будет развиваться До скорых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова